Приветствую всех на канале Тегитюб. Я в этом видео отвечу на вопросы, связанные с сигнализацией, GSM сигнализацией Security Alarm. Ну, по таким же названиям она находится в продаже, в принципе, там, что в китайских магазинах, что в каких-то местных магазинах, что в интернете. Security Alarm GSM или GSM Alarm как бы, ну, в принципе, я думаю, что информации об этих сигнализациях моря в интернете, обзоры, там, и тому подобное. Но есть много моментов, которые просто, ну, во-первых, из обзоров их никто не расскажет толком, потому что там только распечатали, показали. Мало кто вникал в некоторые нюансы. И есть, как бы, моменты, которые непонятны именно из инструкции. Давайте я вам сейчас расскажу о проводных датчиках. Это видео будет чисто посвящено проводным датчикам, как их подключать. Я не буду вам на телефоне показывать, как это настраивается. Просто в двух словах объясню, что зачем и где искать. Начнем с того, какие датчики можно найти для такой сигнализации. В продаже самые популярные попадаются вот такие мелкие, а не самые дешевые получаются. Иногда идут наборами по 5 штук, по 10 штук. Но обратите внимание на их размер, потому что, ну, по фотографии часто же никто не смотрит, как в описании указан размер. Второй вариант. Такие вот более, скажем так, привычные. Это уже покрупнее. Тоже это все герконы. Ну, на примере герконов есть также проводные датчики, например, движения. Ну, у меня такого датчика нет, я вам показывать его не буду. Ну, в принципе, и для него нужно будет отдельно питание вам продумывать. Есть еще такой вариант. Вот этот вариант лучше всего ставить, если у вас необходимо защитить какую-то дверь внутри помещения. То есть, если в это помещение можно проникнуть сразу с двух сторон. Как бы, ну, понимаете, что такой вариант будет практически полностью скрыт. Ну, то есть, эта часть будет полностью скрыта. Она врезается в торец двери. Ну, вот эта часть в торец двери. Это, скажем так, в торец рамы. И снаружи не видно, что изнутри помещения, что снаружи помещения. Такие датчики вешаются внутри помещения, только если у вас есть вариант, скажем так, взлома проникновения с противоположной стороны. С этим разобрались. Далее. Датчики такие существуют двух видов. Нормально открытые и нормально закрытые. Скажу сразу, в продаже у китайцев, что те, что эти, они называются по-разному. Одни называются открытые, другие называются закрытые. Я покупал и такие, и такие. Мне нужны были разного типа. Покупал отдельно закрытые, отдельно открытые. Но все пришли одинаковые. Вот, я получается, пять раз я покупал у разных продавцов датчики. Все равно, они все одинаковые. Сейчас покажу, как вообще работает вот такой датчик. Так, ставим тестер в режим прозвонки. Подключаем контакты. Ну, любой из них, они все одинаковые. Смотрите. Берем оба контакта. У нас нет сигнала. Сейчас прикладываем к магниту. Все, датчик закоротил. Смотрите, момент в чем. Если вы возьмете такие датчики, ну, как я уже говорил, продажи, вам 99, наверное, процентов, что попадутся именно такие, ну, именно, или такие, или такие, которые будут замыкаться только при касании магнита, вы должны понимать, что сразу на эту сигнализацию вы их не поставите. Но это возможно. В инструкции это указано. Но люди, которые не имели ранее с этим дело, они даже не знают просто, где это искать и о чем идет речь. Речь идет, если у вас вот такая инструкция в комплекте, это 19-я страница. Установка проводной части. Вот именно этот пункт, звездочка, семерка, А, Б, С, Д, звездочка, и говорит о том, как настроить датчики. Если нам нужна открытая зона, ставим 0. Если нам нужна закрытая зона, ставим 1. Вот, допустим, она вам только приехала, только из коробки. Как настроить такие датчики? Если вы подключите просто вот так, как есть, то 99%, что это будет датчик, который срабатывает, который замыкает контакты, когда магнит рядом, то в таком положении у вас сигнализация сразу не станет на охрану даже. Вы нажмете поставить на охрану, и сразу у вас будет сработка датчика, той линии, к которой он подключен. Только вот в таком положении, скажем так, вы сможете поставить на охрану. Поэтому нам нужно будет перепрограммировать нужные для нас порты. Как это делается? Во-первых, как оно подключается? Один контакт на SP-, второй контакт на L1, L2 или L3, L4. Смотря какая линия нам нужна. Допустим, мы используем половину. Ну, нужно нам две проводные линии. Как мы настраиваем? Все очень просто. Тут без телефона, как бы, элементарно можно показать. Дозваниваемся на свою сигнализацию. Вводим код программирования. Допустим, это у вас там стандартные 4 восьмерки. Вводим 4 восьмерки. Далее вводим звездочку. Далее семерка. Семерка означает, что мы заходим в настройку проводных датчиков этих. Затем, вписываем либо нули, либо единицы. То есть, A, B, C, D. Это у нас по очереди первый, второй, третий, четвертый канал. Ну, проводные линии. То есть, мы вписываем, допустим, 4 восьмерки, звездочка, семерка, ноль, три единицы, звездочка. Или, два нуля, две единицы, три нуля, одна единица, звездочка. Таким образом, мы открываем и закрываем нужные нам порты. И тогда сигнализация будет работать. Поэтому, неважно, какие датчики вы купили, пусть это герконы, не герконы, проводные датчики, либо они закрытые, либо открытые, все можно настроить. Под эту сигнализацию подходят любые. Просто нужно правильно это дело настроить. Более того, такого плана датчик, который замкнут с магнитом, он намного безопаснее. Потому что, если вам, допустим, перекусит где-то провод, все равно будет сработка. Точно так же, как и размыкание магнита, оборвет цепь, и будет сработка. Я думаю, здесь все предельно ясно. И еще такой момент. Часто в интернете говорят, что что-то где-то там не работает, не звонит, не настраивается. Все оно нормально работает. Нужно просто внимательно почитать инструкцию, почитать ее несколько раз. Местами, конечно, там бывает какой-то корявый перевод, но реально, все оно работает. Я уже неоднократно с этим сталкивался. Знаю, что люди, ну, где-то там что-то не то нажали. Вместо звездочки нажали решеточку. Или ввели не тот код, и дальше пытаются, ну, код управления, а не код программирования. И дальше пытаются по инструкции что-то не так сделать. Что со звонками, что смс-ками. На самом деле, нужно просто внимательно прочитать инструкцию. Просто вот ее прочитать всю сначала. Затем уже посмотрите те моменты, которые вы хотите настраивать. Просто возвращайтесь на нужную страницу и настраивайте. Я думаю, о проводных датчиках информации больше и не нужно. То есть, все ясно. Вы, думаю, поняли, кто не знал, конечно, поняли, куда смотреть и что искать, где менять настройки. В одном из следующих видео, возможно, это будет предыдущее уже по списку, я вам расскажу скрытые возможности этих сигнализаций, в частности, и проводных линий, и релешки. Интересные, скажем так, лайфхаки, которые можно использовать при помощи этой сигнализации такого комплекса. Ну и другие интересные моменты, которых даже нет в инструкции. На этом все. Спасибо за внимание. Всем счастливо!